Снимок о том, что был снегопад, вот частично, так сказать, почищена дорога. Жизнь продолжается. Дорога храму. Автор рассказывает о снимке, работа над которым вдохновила его больше всего. Грязь, снег, лед. Это как бы символ жизненных препятствий. Препятствий на пути к Богу. Погода, когда был снегопад и ледяной дождь, вот это больше всего меня, как бы сказать, ну не поразило, а засыпило эмоционально. У Юрия Владимировича более 4000 фотографий. Трудно описать словами, в чем притягательность его снимков. И даже 4-секундные кадры телерепортажа с этим не справятся. Но среди сельчан Юрий Яньков давно имеет славу настоящего художника. На смартфоне, ну хоть оно высокотехнологичное, но этого не увидишь, как на картине или как на фотографии, но все равно определенного размера. Светлана Лукшина увидела снимки Юрия Владимировича в местном чате на целых 70 человек. Светлана человек творческий. Режиссер Одинцовского народного театра. Курирует местный дом культуры. Предложила сельчанам организовать выставку. Площадка есть. Работы есть. Осталось дело за малым. Для того, чтобы сделать эту выставку, нам не хватало элементарно материальных средств. Нам нужно было напечатать фотографии и приобрести рамки для них. Буквально за пару дней необходимые средства были собраны. Требовало всего-то 11 тысяч рублей. Но Светлана утверждает, что это необыкновенный прецедент. Впервые в современной истории села Ромашково люди добровольно, без давления скинулись на искусство. Творчество жителей села Ромашково, оно до некоторых пор как-то было скрыто. Наверное, и друг от друга, и от глаз соседей. И вот сейчас с работой Дома культуры люди получили потребность проявляться. Им хочется сюда приходить и хочется что-то привносить. Когда сказали, что сумма набрана, вы знаете, мне чисто получилось, так это было приятно. Выставка, организованная на народные средства, продлится до февраля. Но что гораздо ценнее. Отпечатанная на хорошей бумаге, в рамках, под стеклом, ее экспонаты теперь останутся на века. Уверен фотохудожник Юрий Яньков. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.